5-8 лет жизни. Такой прогноз дают специалисты людям, которые начали принимать наркотики. Не лучшие прогнозы и у тех, кто злоупотребляет алкоголи. Медики отмечают, сейчас растет количество тех, кто обращается за помощью. Такая отрасль медицины, как наркология, востребована. Ей уделяют много внимания. Сегодня работу наркологического диспансера оценил глава республики Михаил Игнатьев. Проблема употребления именно алкогольных препаратов вышла на первое место. Это действительно даже опережает проблему ЖКК. Чтобы изменить ситуацию, власти города уже приняли меры. Исправлять положение решили по старому рецепту. В здоровом теле – здоровый дух. Глава города отметил, в Чебоксарах строятся спортивные центры и комплексы. Особое внимание пациентам, которым одной только профилактикой уже не помочь. Если человек захотел лечиться, встать на пути исправления, а сил и воли не хватает, нужна действительно здесь, конечно, помощь медиков. Но администрации что нужно? Ну, нужно создавать рабочие места. Рабочие места достойны хорошей зарплатой. В каких условиях проходит лечение пациента? С каким оборудованием и препаратами приходится работать? У медперсонала нет секретов. И рецепты, и методики сегодня совсем другие. А залогом успеха является сотрудничество врача и пациента. В основе лечения – добрая воля больного. От вас во многом зависит, насколько вы это быстро сами для себя, для своих семей сделаете. Мы рассчитываем, что вы на самом деле, как граждане России, как настоящие мужики исправитесь. Обновление произошло не только снаружи, но и внутри. В рамках программы по модернизации здравоохранения в наркодиспансере появилось новое оборудование. В нашем отделении, в реабилитационном отделении, имеется оборудование, программно-аппаратный комплекс, также полученный в рамках модернизации здравоохранения, который используется для коррекции психоэмоционального состояния пациентов. И, естественно, это оборудование мы, можно сказать, недавно получили, где-то только еще месяц прошел, как мы получили. Ну, в общем-то, это одно из наших любимейших таких вот оборудований, которые пользуются спросом среди наших пациентов. Комплекс под названием КПС-экрана выполняет простую и очень важную функцию. Здесь больные. Стабилизируется эмоциональный статус, создаются негативные установки, и все это записывается по волнам биорезонансной терапии. По программе модернизации диспансер получил и этот прибор – высокоэффективный жидкостный хроматограф. Он способен выявить в биологических средах пациентов даже новые разновидности наркотических веществ, которые пока не распознают другие приборы. В Чувашии на базе этой лаборатории приезжают московские специалисты, которые вот эти методики будут опробировать и ставить гриф. Вот это предполагает подтверждение будет идти. То есть мы здесь первопроходцы. Эффективное оборудование, светлые и удобные палаты – хорошие условия. И все же пусть в услугах таких заведений нуждается как можно меньше людей. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.